И то, что мы обсуждали на прошлом уроке, то, что не презирай никакого человека, потому что нет у тебя такого человека, у которого не было бы его часа. И что мы сказали, что это значит нету его часа, звёздного часа, ради чего сотворён мир, ради того, чтобы в нашем мире реализовалась тара. Теперь задано было несколько вопросов. А если еврей злодей, ну как же можно его не презирать? Или он тебе сделал много зла, как я могу его ненавидеть? Больше того, у царя Давида говорится так, ненавидит моя душа злодеев. Значит, мы должны их ненавидеть. А что это значит не презирай никакого человека? И в этом плане я хочу вам привести то, что написано в трактате Брахот, 9 лист. Были очень злодеи большие соседи Раби Мира. И он сказал, я не могу их больше терпеть. Я попрошу Творца, чтобы он их забрал из мира, чтобы они умерли. И тогда говорит ему его жена Брурия. Разве так написано в псалме царя Давида, чтобы умерли грешники из мира? Нет. И тому хатаимина арец, а не хот им. То есть, чтобы уничтожены были грехи из мира, а не грешники. И тогда он принял то, что сказала ему жена. Помолился. И это то, что имеет отношение к месяцу и люль. И они сделали чугу, раскаялись. И тогда что? Уничтожены были грехи из мира, а не грешники. Так это тоже мы продолжаем. То, что у каждого человека есть свой час. Мы на позапрошлом уроке учили про Раби Элязара Бендурди, который был грешником всю его жизнь. И когда он услышал слова, которые задели, казалось бы, самое-самое его нутро. Ну, что сказали? Сказала та женщина, что так же, как испорченный воздух не вернется в то место, откуда он вышел, так и тебя никогда не примут. Ты не сможешь раскаяться. И тогда он пришел к выводу, что эта вещь зависит только от него самого. И так он плакал. Так горько было ему, что вместе с этим плачем он вернул душу Творцу. И тогда раздался голос. Раби Элязар Бендурди приглашается для жизни в будущем мире. Он же был злодей всю жизнь. И за одно мгновение, и это то, что мне напомнили, плакал Реби и говорил. Есть те, которые многие годы работают, чтобы достичь праведности. И вот есть те, которые за одно мгновение приобретают будущий мир. То есть о чем плакал Реби, Раби Иуда Анаси, который называют Рабейну Акадош, благодаря которому мы получили основу всей устной Торы. Есть несколько объяснений, но одно из объяснений, что он окончательно сформулировал Мишну. Разделение Мишны на шесть разделов. Это сделал Раби Иуда и его мудрецы, которых он собрал вокруг себя. Так он плакал. Почему он плакал? Что это значит, многие годы добиваются исправления своих дурных качеств, то есть праведности. А вот та сила, которая заключена в каждом человеке, недостаточно для этих Бали и Чува, что принимает их Раскани, но их еще называют Реби. То есть учитель и Раби Элязар бен Дурдия стал учителем всего еврейского народа. Вот это место Талмуда, то, чем он учит, что возможно сделать Шуву даже на последней ступени падения. Это то, что он выучил. Теперь мы возвращаемся к той истории, которую мы рассказали из трактата Таанит про Раби Лазара Бераби Шимон и этого уродливого человека. Что это такое, что он говорит? Обратись к тому, кто меня сотворил, к мастеру, который меня сделал. Так что это значит? Так он может быть впрямую прочитать, что он был просто уродлив. И это значит оттолкнуло Раби Элязара, сына Раби Шимона. Раби Элязар может смеяться над кем-то. Ты маленького роста. Ха-ха-ха. Ты у тебя длинные уши. Ха-ха-ха. Мы понимаем, что Хидо объясняет. Ты уродлив из-за своих пустых поступков. Рейка пустой. Так вот, из-за своих плохих поступков. Так что же он говорит? Обратись к тому, кто меня сделал. Ох. И объясняет это. Нет у тебя такого человека, у которого не было своего часа. То есть, несмотря на все мои плохие поступки, на мои все грехи, Творец держит меня в мире. Творец дает мне пропитание. Ты как бы высказываешь, что у меня нету места в мире. То есть, я уродлив. И, может быть, также уродливы все жители города, в котором ты живешь. Это ты говоришь. То есть, у меня нет права на существование. И это понял Раби Лазар, сын Раби Шимана, что он сделал нарушение. Он просит у него прощения. И благодаря этому человеку, как мне сказали здесь, открылась эта барайта в мире. Чтобы ты не был жесток, тверд, как кедр. А чтобы ты был мягок, как камыш. Вы понимаете? Это то, что открылось благодаря этому человеку. Потому что сказано так. Не смерти грешника ждет Творец. А чтобы он исправил свой путь и пришел к нему. Какой урок? Ну, смотрите. А сколько мы знаем людей, которые продолжают до последнего дня делать зло и так далее. Мне показали газету из Москвы. Там была фотография человека, который расстрелял 12 тысяч человек. Он был палачом в КГБ. Там в подвалах этим Вальтером он расстреливал людей. И он прожил там это у него ордена и так далее. Дожил до этого. Злодеи Макшмова Зихро. Да? И вот он прожил эту жизнь. Ну, злодеи. Которые всю жизнь делали злодейство. И фотография его. Ну, как не евреи. Слава Богу, не евреи. Это хорошо. Это его правда. Ну, вот Творец его держит в мире. Для чего? И вот это то, что открывает тоже Рамхаль. Есть два варианта, как человек, который делает зло в мире, значит, есть два варианта, как через него проявляется та самая тара, ради чего он сотворён. Либо он раскаивается. И тогда всё то, что он сделал зло, оказалось причиной того, что проявился этот свет из всей той тьмы, которую он как бы делал в мире. Это одно. Либо второе. Он получает наказание. И благодаря тому, что он получает наказание, проявляется этот свет, который через него должен был быть проявлен в мире. А вы спросите, ну, хорошо, есть люди, вот какая-то палач, или там, я не знаю, доктор Менгеле, который тоже умер там в 80 сколько там лет и так далее, дожил. Как же так? То, несомненно, то, что написано в главе Азии. Ты меня не упадет. Всякие, столько их. Так вот, Пильям творец, и нет в нём неправды. То есть, нет обмана, нет неправды. Я хочу вас спросить, можно ли Гитлера или Сталина и Макшмам в Эзихрам, чтобы память о них была стёрта, наказать за все те преступления, которые они сделали? Сталин там 30 миллионов, 50 миллионов, Гитлер и Макшмам. Только, да, так как можно наказать? Можно что-то в соответствии дать в нашем мире? Ну, если убили одного человека, ну, хорошо. Убийцу по еврейскому закону надо убить. Хорошо. Сколько раз надо убивать Гитлера или Сталина за все те миллионы, которые они убили? Так? Значит, ну, в мире правды это получается. Пока полностью не будет получено это наказание, они не будут. Я вам приведу пример. Написано в Талмуде про римского императора Титуса. Когда вызывает его Ункилоус, ну, и спрашивает его, скажи, кто там самый важный? Он говорит, евреи. А скажи, ну, может быть, присоединиться к ним? Не, невозможно. У них столько там этих законов. Это всё это шулханарухи их. И всё это вот. И дополнительно там невозможно. А что делать? Выступи против них. Воюй против них. Каждый, который воюет против них в этом мире, поднимается. Хорошо, скажи, а какой суд, какое наказание получает этот человек? То есть, это самый Титус. Он говорит, то, что я сам себе постановил. Что он постановил? После смерти он боялся мести Творца. Что он сказал? Сожгите меня и развейте по семи морям мой прах. Что же он говорит? Каждый день меня берут, сжигают и развеивают по семи морям. Так вы понимаете то, что написано в наших святых книгах? Что душа чувствует укус каждого червяка, который в могиле с телом человека происходит. Душа чувствует. А что это такое? Думает, ну хорошо, вот спрятаться. То есть, ну кончилось всё. Выключили свет. Или включили свет, кончился фильм, все выходят. Всё. Ничего больше не будет. Фильма не будет. Ничего подобного. То есть, оказывается, что за каждое действие, за каждое слово, за каждую мысль человек даёт отчёт. Так вы понимаете, что это не так-то просто. Вся работа месяца и люль, написанного Саба и Скелема, это подготовка, чтобы выработать у себя трепет перед судом. На самом деле, вы знаете, что осталось несколько недель до суда. И это встать в суд идёт. И это нельзя там взятку дать и так далее. Но можно что-то сделать. Можно подготовиться к нему. На самом деле, сказано про нас. Счастлив народ, который знает Труа, День Трубления. Другие люди там, которые не знают. Или мы, до того, как мы что-то узнали. Куда мы ходили? К зубному врачу, на пляж, в оперу, футбол и прочее. Сейчас, в этот день, мы хотя бы белую рубашечку наденем, там это всё, подтянемся, это там яблоко в меду и так далее. Мы хоть как-то на цыпочки станем, чтобы вести себя в соответствии. Так вот сказано, то, что мы идём туда и то, что мы готовы принять царскую власть Творца. Через кого он проявляется в этом мире как царь? Только через нас. Это одна из основ нашей веры. Он наш всесильный, а мы его народ. У него сейчас, вот в нашем поколении, есть какие-то другие евреи. Вы понимаете, что это мы с вами. И тогда от нас зависит, он проявляется в мире как царь или нет. Так то, что мы идём, и то, что мы готовимся не на футбол, не в оперу, не к зубному врачу, а мы знаем, что вот сейчас судят. И больше того, два дня написано в святой книге Зор. Первый день – это суд по всей строгости, а второй – рафия, облегчённый. И в первые дни судят самых-самых. А во второй день, ну, может, как-то и мы проскочим. Что проверяется? Нужно ли этого человека держать в мире или нет? Теперь все средства, которые ему необходимы, чтобы он мог быть в мире – это то, что выносится приговор, что ему нужно, чтобы было с ним. Я вам покажу, у меня дырка, видите? Это как она, что? Я сегодня вышел и пришёл к вам, и всё. После урока вышел, иду по улице, и не обратил внимания. И знаете, такое строительство какое-то, и пластиковая такая штука, я не понимаю, не разорвана, а кружочек. И я, значит, одной ногой туда, а потом оказалось второй, и делаю шаг, и по улице растёрся, и так далее. И я приду домой, и у нас спросят, откуда ты такую дырку принёс? Это что это такое? Вы думаете, что сам целый? Нет, замечательно, конечно, машины остановились. Всё замечательно. Да, но я хочу вам сказать, что это просто так. Сказано, ни один волос головы человека не падает, просто так. Значит, что такое? Замечательно получил. Почему? Полагается. Да. Это всё хорошо. Ну, это костюм, так, может, зашьют или не зашьют, неважно. Но то, что полагается, так это полагается. И что, надо проанализировать, почему? Смотрите, есть те вещи, которые мы можем знать. Есть те вещи, которые в Талмуде сказано так. Если у человека что-то происходит, чтобы он проверил, в чём он это... Я как раз хотел исправить перед уроком, на котором я был, я говорил с одним человеком. И он меня что-то попросил, я сказал, только через день-два я могу это сделать. После урока я ему звоню, говорю, если тебе срочно. Я хотел ему говорить. В это время я растянулся. Так вот, оказалось, что он уже кого-то другого попросил. И всё, я сказал. Вот я в этот момент поступил не к Кровицкам. Когда я приходил к Кровицкам, говорю, мне нужно какое-то письмо. Он говорит, давай сейчас. Что такое? Чтобы не заквасить митцу. То есть, это потом, когда-то, что-то. Сейчас, давай, садимся, пишем. Вы понимаете? А я ему сказал, я сегодня не могу, я не увижу сына, может быть, завтра, к концу недели. Понимаете? Так я ему сказал уже, я звонил, чтобы исправить. И говорю ему, что учти, что если тебе нужно, срочно приезжай. Я кончу урок в 9, в 10, ты можешь ко мне приехать, пожалуйста. Он говорит, уже не надо. Но хоть я ему объяснил ситуацию, что, почему я, ну а так, человека можно обидеть. А вы понимаете, что это такое? Сейчас-то у нас особенное время, когда надо, сейчас не надо обижать. А так, весь год. Так это, мы понимаем, что что-то важное происходит. Так человек должен смотреть под ноги. Это я однажды подошел к Гаону, раб Мойши Шапира. У меня была такая маленькая авария. В меня, в мою машину, въехал араб. На половину моей машины он въехал и так далее. И я пришел к Раву и говорю, скажите, что нужно исправить? На иврите это алетакен. Починить. А мне Рав говорит, иди почини машину. Что это значит? Нет, я его спросил все. Нет, что это значит? Понимаете, не всегда мы можем знать из-за чего. Но то, что мы должны знать, что всегда это по милосердию. И никогда ничего просто так не произойдет. Вы понимаете? Несомненно, все хорошо, капорат, это пиджако. Да. Ну, в общем, смотрите. То, что... Да, что? Я тоже растянулась. И что? И что? Нога. Болит. И было страшно даже подумать, что там с ногой. Да. Ну, я это был автобус, думаю, домой приеду, посмотрю. Смотрю, но ничего нет. Слава Богу. Так, ама-мазы. Чему я расскажу? Замечательно. Как вы говорите, знаете что? Я вам скажу так. То, что написано у Рабима Шеха и Аблюцат, я могу сказать. Человек думает, что это такое? Кирпичи падают только на праведников. Идет праведник, ему упал на голову кирпич. Вот это вот, они получают страдания здесь. А злодеи там это все. Оказывается, чтоб так мы не думали. Да. И на злодеев падают кирпичи с крыш. Потому что так мы думаем, вот это, у него там это пиджак порвался, значит он полный праведник. А у кого-то там наоборот это, ему выдали лишний пиджак, он злодей. Нет. Мы не можем так как бы прямолинейно смотреть. То есть и на злодеев падают кирпичи с крыши. Но то, что... Когда... Я сейчас скажу только секунду. Когда были великие праведники в еврейском народе, у которых был Руаха Кодыш, дух святости. То есть это чуть уровень ниже пророчества. В 16 веке в цвате жил Ария Кодыш. Аризаль. Да. Он мог посмотреть на человека и сказать, что ты делаешь. Тебе нужно исправить то-то и то-то и то-то. Понимаете? Сейчас это немножко по-другому. Но то, что... Потому что нет таких людей, которые могут это видеть. Но то, что наши мудрецы говорили. После разрушения храма нету пророчеств. В начале второго храма кончилось пророчество. Руаха Кодыш – это большая редкость. Да? А что осталось? Остался Бат Коль. Голос неба. И что это такое? Это не только... Человек слышит. Ну, вот то, что мы читали. Рабиханина бен Тардион и его палач приглашается для жизни в будущем мире. Всё, что происходит в жизни с человеком – это знаки. Человек их понимает или не понимает, может правильно прочитать или нет. Например, приводит Талмуд такой случай. Огромный стадион. И сидит там один еврейский мудрец. И вдруг приходит римлянин, даёт ему подзатыльник и прогоняет его с места. И говорит еврейский мудрец, здесь сидит 10 тысяч. Почему он подошёл именно ко мне и меня прогнал? Я подожду и посмотрю, что здесь показывает мне Творец. Через мгновение выползла змея. Именно в том месте, где он сидел, ужалила римлянина, и он умер. Это то, что увидел мудрец. Что делать? Мы не мудрецы. Но, с другой стороны, слава богу, нет поколения, в котором не было бы еврейских мудрецов. И, несомненно, еврейские мудрецы могут показать общую правило. Точно сказать, почему один рвёт пиджак, а другой брюки, у одного синяк здесь, а у другого здесь, это объясняет Рамхаль. Мы можем знать только общее направление, общая схема. Человек, который знает всё именно так или так, это мы сказали в нашем поколении. Ну, может быть, то, что есть, несомненно, еврейские мудрецы, великие еврейские мудрецы, есть и в нашем поколении. Но Руха Кодыш – это что-то другое. Поэтому однозначно сказать, я вам приведу пример. Приводится история про Гаона из Вильна. Он постановил, чтобы отделяли не десятину, а пятую часть. То есть, написано в Торе «Асерта Асер» – «отделяй, отделяй, десятина, десятина». И он постановил, чтобы отделяли 20% от того, что человек зарабатывает. И вот у него был счёт, у него было сомнение, он отдал или не отдал, отделил, или это было сомнение, нужно отделять или нет. И вот история такая, что он пошёл, и там прислуга его набирала воду и упало туда ведро. Она пришла с другим ведром и тоже упала. Он сделал счёт, сколько стоят два ведра, это ровно та сумма, которую он как бы сделал себе облегчение. Он постановил, что он отдаёт сумму эту, и там история такая рассказывает, что два ведра всплыли. То есть, ажгаха против персональное воздействия, то, что видят большие еврейские мудрецы, как с ними мера за меру точно они получают. Что происходит с нами? Всё то, что происходит с нами, это только приходит для того, чтобы мы очистились. Потому что нет праведника, который бы в течение, я скажу иносказательно, то, что говорят мудрецы, в течение года не съел целую, это называется давара хер, да, целую свинью. Никогда в рот он не положит кусок свинины. Но что это значит? Нет такого человека, который бы не спотыкался. Больше того, наши мудрецы говорят, то, что сказано, семь раз упадёт праведник и поднимется. В чём разница между праведником и неправедником? А злодей упадёт один раз и утонет в луже, которая три сантиметра. А праведник, что это значит? Объясняют наши мудрецы глубину этого высказания. что то, что он упал, было причиной того, что он поднялся. Не встал после того, как упал, а поднялся на новую ступень. Потому что вся наша жизнь, что это такое? Это школа. То есть мы должны выучить те уроки, ради которых мы сюда пришли. Так вот то, что говорит Тана. Нет у тебя человека, у которого не было звёздного часа, его часа. Когда ради этого он пришёл, чтобы реализовать ту Тору, которая была причиной его появления в мире. С другой стороны, нет у тебя такой вещи, у которой не было бы места в мире. Что это значит? Творец сотворил весь этот мир. И всё, что в нём находится. Если кто-то говорит, мы приводили на предыдущих уроках про царя Давида, который спросил, ну что это такое? Идёт человек по рынку, ненормальный, и ведёт себя так, и за ним бегут дети, и смеются над ним. Ради чего это? Творец сказал, тебе ещё это понадобится, и ты откроешь, зачем это есть в мире. И это было причиной спасения царя Давида. И так всё, что есть в мире. То есть, это не просто так, декорация, в которой живёт и действует человек. А на самом деле, это то, что ему необходимо для того, чтобы реализовать цель, ради которой он пришёл. Вы понимаете? То есть, объясняет Гаон из Вильма. Например, есть строчка из притчи царя Соломона. То есть, тот, кто презирает или издевается над какой-то вещью, он её и получит. Что это значит? Объясняет Гаон из Вильма. Что так как все медсвод, они связаны с органами тела человека. Вы знаете, 248 органов тела и 365 капилляров и сосудов. То есть, то, что человек надсмехается, зачем это в мире, что это такое, это значит, у него в этом месте, в его теле ущерб. Вы понимаете? То есть, единая карта – это мир. Я вам приведу пример. Я уже несколько раз его цитировал. Один человек, царь, у него была карта его страны. Прекрасная карта с горами, лесами, городами и так далее. И он часами проводил, исследуя и рассматривая эту карту. И вдруг он как-то пришёл. Вся она изорвана, вся она брошена на пол. Кто совершил такое преступление? Пришёл его сын, принц, сказал, это я. Почему? Потому что эти часы проводишь с этой картой, они со мной. Заседание Совета Министров, что делать, где найти такого мастера, восстановить. Он говорит, дайте мне неделю, я восстановлю. Говорит принц. Хорошо. Он сделает всё. Оставили его. Через неделю приходит царь, вся карта восстановлен. Всё замечательно. Горы, леса, города. Всё как было. Он говорит, ну как тебе это удалось? Он говорит, министры не знали, что находится за этой картой. А там было изображение человека. Тогда что получается? То есть, весь этот мир как бы как зеркало, отражающее самого человека. Так нет у тебя в мире вещи, у которой не было бы места в мире. Для чего она нужна? Потому что это часть того задания, которое получает человек. Сказано, что от каждой заповеди, которую делают евреи, творятся миры, а от каждого нарушения разрушаются миры. И это то, что приводит Гавхайм из Воложина. Представьте себе оттуда, с неба, из самых высоких мест верёвка. И вот он здесь раскачивает её. И вот там производится действие. Значит, это то, что учит Тана. Беназай. Не презирай ни одного человека. Потому что нет у тебя такого человека, у которого не было бы его звёздного часа. И не думай, что есть что-то в мире, у чего не было бы своего места. То есть, ничего лишнего нет в мире. Потому что сказано у Раши, что говорит творец достаточно того, что я сотворил. Потому что вот это будет местом работы. То есть, Элокут всесильный сотворил этот мир для того, чтобы весь этот мир был помощью для человека, средством для человека, который проявит славу Творца в этом мире. Как? У каждого человека есть свой звёздный час. У каждого человека есть та часть Торы, которую он должен реализовать.